добрейшего всем времени суток приветствую всех небольшой ролик хотелось бы в этом ролике поговорить об использовании сайдекса то здесь ничего я так показывать не буду ролик можно назвать говорящая голова то есть я вам немножко расскажу про то как использовать сайдекс был ролик по использованию сайдекса в борьбе с водорослями ссылка на этот ролик будет вот здесь сверху то есть перейдите посмотрите а сейчас я вам расскажу как просто использовать сайдекс в качестве профилактики и подачи co2 то есть я вам покажу такой простой вот эта жидкость у меня в бутылке это сайдекс сайдекс медицинский обычный простой так что сайдекс вы можете покупать не в магазине зова еду в зоомагазине где рыбки нарисованы вам напишут там что сайдекс именно для аквариума сайдекс обычный медицинский по моему мнению туда такой же разливают вы можете приобрести через интернет сайдекс поискать навито где-нибудь то есть обычный простой медицинский сайт он может идти с активатором то есть там небольшой пузырек активатор активатор вам не нужен вам нужна основная жидкость продается как 5 литровых канистрах так и на разлив литр 2 литра я вот себе взял 4 литра цена небольшая то есть приемлемая можно спокойно его использовать отличие от использования сайдекса в качестве профилактики и дополнительной подачи co2 от борьбы с водорослями то есть отличается только дозировкой для профилактики дозировку берите 5 миллилитров на 100 литров воды ежедневно когда вы с водорослями боретесь там дозировка удваивается даже можно утроить когда используется сайдекс в качестве профилактики и как подачи co2 вам не надо подавать дополнительно кислород в аквариум то есть аэрация дополнительно не нужно растение сайдекс хорошо усваивают сайдекс он распадается в воде на в аквариуме на воду а также на жидкий углерод углерод усваивается растениями и помогает усвоить питательные вещества из воды или удобрения которые вы добавляете то есть он помогает усваивать растениям питательные вещества работает хорошо никаких проблем с ним не возникает обитатели его переносит нормально по креветкам коридином сказать не могу у меня таких креветок нет они у коридины креветки спокойно переносят добавление сайдекс в аквариум рыбу тем более то есть рыба не более неприхотливы отличаются от креветок именно тем что неприхотливы и усваивают то есть с ними ничего не происходит сайдекс я добавляю пока только в два аквариума в остальные я еще не добавляем опять же добавляю как профилактику ежедневно на 20 литров у меня где-то идет один миллилитр в день на 30 миллилитров на 30 литров у меня уходит полтора миллилитра в день сайдекс добавляю сразу утром то есть когда проснулся свет еще в аквариумах не горит но в комнатах уже светло присутствует естественное освещение аквариумы не затемнены то есть уже там так достаточно видно все сразу добавляю сайдекс если день-два ну может быть три пропустите то есть не каждый день у вас получится добавить ничего страшного не произойдет просто придерживайтесь ориентировочно то есть ежедневной дозировки то есть пропустили может неделю были где-то в отъезде потом добавляете опять то есть ежедневно рост растений визуально улучшается я бы не сказал что прям косой надо будет косить растения но рост заметен обрастание на растениях нет кто-то против использования химии но это так скажу минимальное использование совсем его вполне хватает то есть вот этого препарата для использования в аквариуме ну помимо удобрения если вы еще удобрениями добавлен пользуетесь тогда тоже пузырить у вас прям растение не будут это все-таки не co2 а это в жидкой визе углерод то есть может быть вы не заметите там какое-то пузырение в аквариуме но рост заметен видно и меньше проблем с обрастаниями у меня их и так не было их добавляю именно сайт добавляю как профилактику опять же для улучшения роста растений и опять же не во все аквариума плюс какой sidex если у вас несколько аквариумов особенно маленькие на каждую аквариум вам не надо будет делать систему баллонную для подачи co2 но если самодельную там брагу не надо делать не надо баллоны покупать на каждый аквариум это все ставить вполне достаточно в каждый аквариум просто и шприца добавлять определенное количество sidex и все еще какой плюс вам не нужно не дропчекер ставить то есть индикатор co2 в аквариуме дозировка примерно она как я назвал то есть 5 миллилитров на 100 литров воды дальше уже на свой аквариум можете рассчитать все эту дозировку вполне то есть такая опробованная многие этим пользуются можете спокойно в таком количестве наливать и вам не надо использовать никакие индикаторы дополнительные чтобы посмотреть как у вас обстоят дела с co2 в аквариуме то есть все просто элементарно если вы допустим недавно занимаетесь аквариум но может быть и давно и и вам не хочется то есть вы хотите себе жить просто упростить сейчас аквариум высокотехнологичные многие предпочитают то есть и подачу co2 sidex это упростит то есть опять вам не нужны не баллоны не надо их перезаряжать то есть не нужны какие дорогие системы не нужны самодельные системы что-то это будет где-то стоять рядом с аквариумом там в тумбах всего этого вам не надо вы просто пользуетесь обычным sidex а если вы будете конечно набрать зоомагазине по уже тоже порядок цен другой совсем то есть стоимость его другая если вы просто будете брать через интернет может быть пятилитровыми канистрами или на разлив то вам это обойдется могу сказать бюджетно не очень дорого то есть но четыре литра мне обошлись где-то в тысячу рублей если посчитать один миллилитр добавлять вот в 20 литровый аквариум то понятно насколько этого сайдекса хватит срок хранения у него достаточно длинный там два или больше лет так что можно спокойно им пользоваться я не то чтобы агитирую вас просто рассказываю как его использовать как профилактическое средство и как средство подачи жидкого углерода для растений то есть такой же аналог как co2 в аквариуме пользуйтесь не бойтесь это не такая прям химия это не какие-то перекиси водорода в аквариуме еще какие-то там для химические средства для того чтобы травить водоросли в аквариуме нет это как средство профилактики и травить вам ничего там не придется растение будет нормально расти будут нормального своего питательные вещества так что можете использовать это средство а то что химию аквариуме сейчас и кондиционеры различные используют для воды то есть много чего используют я стараюсь что-то делать вообще по минимуму все минимизировать упростить опять же для новичков это будет гораздо проще чем потом бороться с каким-то обрастаниями можете использовать это средство кто-то против всего этого за натуральный аквариум у меня есть натуральный аквариум без co2 без сайдекса без подачи каких-то хитрых удобрений опять же воду я использую водопровод сайдексом бывает у меня подмена доходили и до 50 процентов воды в аквариуме нормально то есть вода как микроэлементы дает водопроводе микроэлементы присутствуют и плюс сайдекс помогает растениям усваивать все это так что пользуйтесь опять же посмотрите сайдекс опыт применения есть так у меня ролик на канале опять же ссылка подсказка тут в начале этого ролика есть в конце ролика я размещу ссылку на него там именно борьба с водорослями с помощью этого средства а здесь я вам рассказал как его использовать в качестве профилактики то есть как помощь вам чтобы облегчить вам содержание аквариума чтобы у вас было все просто доступно легко и бюджетно можете подписываться на канал напоминание себе ставьте то есть нажимайте на колокольчик в описании под видео чтобы ролики не пропускать новые чтобы не пропускать стримы на канале то есть прямые эфиры кто в соцсетях смотрит подписывайтесь обязательно канал потому что соцсетях прямые эфиры вы не увидите они только присутствуют на ю тубе то есть вы в прямую можете пообщаться и задать вопросы получить сразу ответа успехов во всем берегите себя увидимся здесь услышимся не прощаюсь